Казань Столица Татарской автономной республики Казань расположена на левом берегу Волги, там где река поворачивает на юг. До постройки Куйбышевского гидроузла Казань отделяли от Волги топкие болота. Ныне порт в самом городе. Рост и развитие Казани неразрывно связано с ее благоприятным географическим положением. В 16 веке на высоком холме у реки Казанки был построен Кремль. Одновременно с Кремлем возводится овеянная поэтическими легендами башню Сюмбики. В наши дни на Кремлевской площади установлен памятник Мусе Джалилю, поэту и национальному герою Татарии. Еще в дореволюционное время Казань становится крупным культурным центром России. В 1804 году открывается Казанский университет. Начало его расцвета связано с именем выдающегося математика Лобачевского. Мировую известность снискали университету научное открытие химиков Казанской школы. В Казанском университете учился Владимир Ульянов. Здесь состоялось его первое революционное выступление. Студентом Казанского технического училища был Киров. В ветеринарном учился Бауман. В Казани много мест, связанных с именами великих людей. В этом доме жила семья Ульяновых. В пекарне Деренкова начинал свои университеты Максим Горький. Позднее великий писатель вспоминал. «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани». С Казанью связана жизнедеятельность татарского поэта-демократа Габдулы Тукая. Сегодня в столице Татарии большими тиражами выходят газеты и журналы на четырех национальных языках. Вечером зажигает огни Государственный театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. Спектакли на татарском языке идут в театре имени Камала. Современная Казань – крупный промышленный центр по Волжье. Химический завод «Оргсинтез» посылает свою продукцию многим предприятиям страны. Киностудии работают на Казанской кинопленке. На весь Союз славятся изделия крупнейшего мехового комбината. Тяжелые компрессоры, пишущие машинки, Измерительная аппаратура и уникальный аппарат «Искусственная почка» известны во многих странах мира. Трудится и строит, растет и хорошеет Казань. Редактор субтитров – А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...